Что же, зима близкая. Есть люди, которые ждут эту зиму особенно трепетно. Это лыжники и сноубордисты. Но эти люди и летом не скучают, тренируются, готовятся к снегу. Как это происходит и какие старты впереди, какие старты больше всего ждут. Обо всем об этом будем прямо сейчас говорить. Целая спорткоманда у нас появилась в студии. Ну, во главе с Ириной Владимировной Петроченко. Это тренер с шор имени Махова по горным лыжам и сноуборду. Ну и, конечно, ученики, воспитанники ваши здесь, да. Всеволод Гашков, Артем Авраменко, Алиса Ревникова, Елена Головина. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, уважаемый тренер. Ну, рассказывайте нам подробнее, вот на каком этапе сейчас находится ваша деятельность. Что вы начинаете делать или продолжаете делать? Пока нет снега. Да, конечно. У нас очень много работы. У нас летом проходит общая физическая подготовка. Она очень разнообразная. А у нас и легкая атлетика, и силовая тренировка, и координация, лонборды, игровые, всевозможные такие моменты. Кросс-походы мы ходим, на сборы мы ездим, велокроссы у нас происходят. То есть мы не скучаем, мы всегда находимся в процессе. В тонусе. Всегда в тонусе, да, чтобы зимой уже выигрывать медали. Мы можем даже посмотреть какие-то упражнения. Вы находились по снегу, но вот вы-то точно ждете, когда уже этот снег появится. Мы можем посмотреть даже какое-то упражнение, что вы выполняете для того, чтобы выйти на снег уже в полной готовности. Это уже непосредственно упражнение мы делаем перед выходом на снег. Это специальные уже такие упражнения. Ребята сейчас покажут. У нас, между прочим, есть среди наших гостей победитель первенства России. Значит, здесь мы убиваем сразу трех зайцев. Во-первых, это техническая подготовка. Уже непосредственно мы выполняем всевозможные угловые положения. Это после сланцев и кроссовок мы погружаемся снова в свой инвентарь, в ботинки. Ну и здесь еще идет мышечная работа. Как мне приятен этот звук, вот когда застегиваются они. Сразу хочется уже... Ты снова ботистка? Потому что сначала было положение, потом кормила. Я это очень люблю. А, ты это очень любишь. Это безумно круто. Какое будет сейчас движение дальше? Что делаем? Так, давай микрофончик. Так, окей. Комментируй все, что будет сейчас происходить. Таня, уходи. Надо отойти. Извини, я подальше отошла. А что же с микрофоном делать? Держите сами микрофон. Говорите в него. Спасибо большое. Да. Сейчас будут развороты на 180 градусов. Да, вот. Прыжки. Вау. Акробатика пошла. Да, здесь уже ближе к акробатике, потому что это кроссовая доска. Артем у нас еще и Сева участвуют в такой дисциплине, как борт-кросс. Сноуборд-кросс, да. Здесь доска уже немножечко другая. И, соответственно, уже и подготовка такая более экстремальная. Кат, не хочешь показать свой разворот? Ну, после двух лет перерыва я могу попробовать. Да, у нас ботинков нет твоего размера. Да, Сева тоже попробует. А вот они не будут? Нет, вот, к сожалению, не как-то можно. А на каблуках найдем? Следующий вопрос. Так, а как я на каблуках? Да нет, конечно, ну, Кать, ну что ты слушаешь? Ну, ладно. Нет, можно просто рядом постоять, сфотографироваться. Потрогать, дай, дай, обниму немножко. Ну, понятно, сейчас пока Катя обнимается с доской, очень часто у нее такое в жизни происходит. Я вот у девчонок хочу спросить, вы почему начали заниматься сноубордом? Что это вдруг? Ну, нам рассказали знакомые, что есть такой замечательный вид спорта, как сноуборд. Мы решили попробовать, и вот как только попробовали, нас так затянуло. А что понравилось? Что самое крутое в сноуборде? Ну, то, что тут не только один вид спорта, то, что мы чередуем. А что вы чередуете с чем? Дисциплины, да. Да, дисциплины всякие. Расскажи про дисциплины. Какие дисциплины у нас? У нас есть... Алиса, помогай. У нас есть параллельный слагом, слагом гигант и борткросс. Да, три дисциплины тренируем. Те самые, по которым и всероссийские, уже и мировые у нас в Красноярске проходят соревнования. Да, я сейчас расскажу, какие старты у нас будут зимой. Самые топовые соревнования. Значит, сначала у нас будет чемпионат России, который не провели весной. Затем у нас этап Кубка России будет. Первенство России и первенство мира среди юниоров. Первенство России, которое вы уже покорили. Есть у вас уже победитель. Да, есть у нас уже медаль оттуда. Да, уходите на пенсию. Во сколько лет ученик уже может участвовать во взрослых первенствах без приставки юниор? А, ну это уже... Или это не от возраста зависит? 18, да? 18 лет, да? Ну вот у нас второй спортсмен подготовился что-то нам продемонстрировать. Да, да, да. Что это будет такое? Это будут маленькие слаловые прыжки, с сторону в сторону. Только не начинай, пока я не уйду. Хорошо. Частота движения, да? Потому что иногда трассы за слалами бывают очень узкие и там прям как будто прыжками двигаешься. И вот это мы сейчас и тренируем. Отлично, показывай. А тренер прокомментирует, правильно тренируем или неправильно? Вдруг у нас сейчас не сразу получится. Да, здесь должна быть четко. Четкий ритм спортсмен должен выдержать. Ну, у Сивы получается это отлично. Молодец. Здесь же и кардионапряжение сразу, и силовое, все сразу. Да, да. Здесь сразу очень получается большая работа. Ирина, я вот вижу, что, я не специалист в этом деле, но я вижу, что очень сильно отличаются крепления и сами сноуборды для каждой дисциплины, да? Вот здесь вот я смотрю совсем все по-другому. Вы правильно заметили, потому что эта доска кроссовая. Это самая массовая, самая распространенная и любительская. Это для параллельного слалома. Это для параллельного слалома. Это жесткие дисциплины, да? Смотря чем ты хочешь заниматься. Конечно. Ребята, подводили вас когда-нибудь доски? Дайте мне микрофон, не отвечайте. Я думаю, нет. Когда-нибудь подводили, что-нибудь там отваливалось, откручивалось, отвинчивалось, разламывалось? Да, у меня вылетал крепеж. Бывает? А это из-за чего? Это может быть связано с тем, что у меня уже была старая пластина, во-первых. А, то есть все-таки... Старый крепеж. И они уже на болтах, у них старые болты. Подержать у вас разговоры, я ничего не понимаю. Нет, но все-таки, насколько опасен этот вид спорта для детей, для подростков, для взрослых людей? Ну, конечно, количество защиты, он почти безопасен. Как любой спорт, наверное. Нет, они много тренируются. Очень много тренируются. У них достаточно сильная уже общая физическая подготовка. И поэтому они, конечно, подготовлены... К разным ситуациям, да? Да, к такому экстриму. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам классного старта сезона, который скоро вот-вот уже начнется. В Ергаках уже выпал снег, например. Но для тех, кто занимается зимними видами спорта, я думаю, что снег, наоборот, будет в радость. Ну, а вы, если еще ни разу не пробовали, то попробуйте встать на доску или на горные лыжи. Спасибо. Спасибо.